Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Судьбе звезды фильма «Место встречи изменить» нельзя Владимира Конкина не позавидуешь. Жизнь и судьбу знаменитого актера Владимира Конкина никак не назвать счастливыми. Сейчас знаменитый актер тяжело болен. А на днях на него обрушилось несчастье, четвертое по счету. При загадочных обстоятельствах погибла дочь звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» Софии. 24 сентября 2020 года в реанимации Боткинской больницы скончалась младшая дочь заслуженного артиста София Конкина. За пару дней до трагедии девушка ушла в бассейн, но домой оттуда не вернулась. 23 сентября вечером родственникам сообщили о ее госпитализации в Боткинскую больницу. В обстоятельствах загадочной гибели дочери актера разбирается столичная полиция. Известно, что 32-летняя София плавала как профессиональный спортсмен, а глубина бассейна была всего 1,6 метра. Родные сутки не знали, что с ней произошло. Первую помощь девушке, наглотавшейся 22 сентября воды, в бассейне на улице Красная Пресня, оказывали посетители фитнес-клуба. Очевидцы заявили, что обнаружили Софию уже практически на дне. Они проводили первую сердечно-легочную реанимацию. К приезду врачей скорой помощи она, казалось, уже умерла. Но медикам удалось реанимировать пациентку. Специалисты смогли восстановить сердечный ритм. Но дышать сама женщина не могла, ее донесли до машины и подключили к аппаратуре. Самостоятельно дышать Софья начала в Боткинской больнице, куда ее госпитализировали. Однако через несколько часов у Конкиной отказали почки, и она скончалась. В августе 2008 года, в дверь квартиры Владимира Конкина на Ленинградском проспекте, кто-то начал громко стучать. Оказалось, что в родительский дом пытался попасть один из сыновей-близнецов знаменитости, Ярослав, который проживает с семьей в Санкт-Петербурге, и внезапно решил нагрянуть к отцу, стал кричать актеру, чтобы тот впустил его в квартиру. Потеряв терпение, решил залезть в дом через окно на третьем этаже. Конкин-старший был пьян, заметив сына, схватил травматический пистолет и выстрелил. Две из четырех выпущенных пуль достигли цели, одна угодила Ярославу в живот, вторая – в ногу. Наследник рухнул на землю, а актер вызвал скорую. После инцидента отец и сын примирились. Ранения, к счастью, оказались не очень тяжелыми, Ярослав быстро выздоровел. В конце марта 2010 года, семью Владимира Конкина потрясла трагедия. После долгой борьбы с онкологическим заболеванием, скончалась супруга звезды Алла, с которой актер прожил 39 лет. Женщина не хотела беспокоить мужа, и длительное время скрывала от него страшный диагноз. О болезни любимый заслуженный артист узнал о домработнице, когда у жены уже была четвертая стадия рака. Владимир безумно гордился женой, а когда она слегла, не отходил от больничной койки, был рядом. Любимая жена умерла на руках Конкина. Говорят, он переживает эту потерю до сих пор. В августе 2015 года второй из сыновей-близнецов Владимира Конкина пошел под суд за контрабанду валюты. В процессе были учтены его положительные характеристики и наличие ребенка. Святослав Конкин был приговорен к штрафу в размере годовой зарплаты. Шестью годами ранее, в 2009 году наследник актера, получил 4,5 года условно за попытку вывести в Великобританию старинные кубки и бляхи. У Владимира Конкина в последние годы на почве отсутствия приглашений на съемки начались проблемы с алкоголем. В 2009 перенес операцию на сердце по пересадке двух клапанов. В 2013 году перенес сердечный приступ и прошел процедуру радиочастотной абляции в целях устранения аритмии. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.